Девушки отдыхают 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 Я не знаю, какое чувство тогда пережила, но я его прям попросила. Я говорю, пожалуйста, бросай всё, езжай домой. Но даже после того, как у него вирус подтвердился, ему сказали, что он должен доделать отчёт. Но я уже настояла, я сказала, нет, потом тебя обвинят в том, что ты заразил кого-то. И он домой приехал. Вот так вот мы дома. Он ещё едет домой, звонит мне, говорит, Диана говорит, а ты меня пустишь? Я говорю, ты, чуть-чуть за вопросы, конечно, приезжай домой. Да, кстати, когда ПЦР, результаты у него были положительные, у меня были отрицательные, но я его дома оставила. Но это такая зараза, она всё равно этот... Да, и я тоже заразилась. И эти же симптомы температура, пот, озноб. И потом вот такое вот состояние. Если честно, просто мозги не работают. Непонятно, что. На пятый день у нас у обоих появился кашель. Я позвонила врачу, врач сказал, это один из симптомов, не переживайте, у вас всё это пройдёт в лёгкой форме. На шестой день, где-то после обеда, у него появилось кровохарканье. И вот тогда я уже запаниковала. Я начала звонить всем знакомым врачам, кому могла. Мест в больницах не было. Всё было переполнено. Я умоляла, просила. Я позвонила чиновнику, который смог бы помочь. Сделали место в одной больнице частной. Но сказали, что так как у меня результат отрицательный, меня не возьмут. что в красную зону он только один войдёт, а меня в обсерватор отправят. Но я отказалась. Я сказала, он без меня не сможет, он не сможет. Что я должна быть рядом, что я должна быть вместе. И нас положили вместе. Сказали, нужно колоть клексан. Клексана не было. Мы в одной аптеке нашли, один шприц по 2300. Я попросила сына, чтобы он поехал купил. Нет, племянника. Племянник купил. Мы за 23 тысячи коробку купили тогда. 10 штук. Его начали колоть. Потом нам сказали, что нужно плазму лить. А его группу крови мы вообще не нашли. Была только в Джалабаде. Ну, весь мир, короче, весь мир, кто мог. Все помогали, все, что могли, делали. Его братишка в Джалабад поехал. Выкупили плазму. Мы все сделали. Но Бог распорядился иначе. Даже в больнице он не хотел умирать. Я даже до последнего момента не верила, что он умрет. Я была уверена, что мы оттуда уйдем. был какой-то момент, когда ему, не знаю, он понял, не понял, я не знаю, но вот в какой-то момент он взял меня за руки. Взял меня за руки. Сжал руки. Говорит, ты только детей не бросай. Нас вели несколько врачей. Один из врачей в Бишкеке был. Он позвонил с утра до 9-го. Позвонил и сказал, как вы спали. Ну, мы действительно всю ночь за него боролись, врачи. Спасибо врачам. Они все возможное, невозможное делали. Они постоянно были рядом. Хотя это лето, они вот в этих формах, в сизах. Это очень тяжело было видно, потому что у них прямо через эту маску видно, как пот льется. Они были рядом. Один из врачей даже вот постоянно его массировал, подбадривал. Улухака. Вы только этот, вы только духом не падайте, вы только дышите. Я его просила постоянно, ты только дыши. Потом вот утром позвонил врач, говорит, как вы спали? Я говорю, тяжело, мы всю ночь боролись. Он говорит, засними мне его состояние, отправь. Я засняла его состояние, отправила. Он перезвонил через пять минут и сказал, держись, сестренка, он умирает. Да, по состоянию. Я говорю, вы же мне обещали, вы же говорили. Он трубку положил, я забежала в палату, я перед ним не разговаривала. Он лежал на животе, но он очень тяжело дышал. Я врачей попросила, чтобы его положили на спину. Мы его перевернули, и он так спокойно начал дышать. и в какой-то момент у него дыхание прекратилось. Я начала кричать, у меня истерика началась. Я просила врачей сделать что-нибудь, они ему, они ему какой-то препарат, я не знаю, адреналин, чейникормон, я не знаю, что это было. Но они ввели, чтобы сердце заработало. И он в какой-то момент открыл глаза, посмотрел на меня, сказал, я люблю тебя из-за сна. Я его тормошила, я его за голову держала, я его просила, я его умоляла. да, он уснул, он уснул навсегда. Я знаю, что он рядом, что он всегда меня поддержит. Во сне он, когда вот вначале, я же болела тоже, заразилась же, он и во сне приходит, я плачу. А почему ты плачешь? Я же выздоровел, все же хорошо. Или во сне приходит и говорит, дыши, мне не нравится, как ты дышишь. Почему ты так тяжело дышишь? Дыши. Я тогда поняла, что он хочет, чтобы я жила. Да. Только жить без него. Это ад на земле. Дыши. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok